Приветствую, мальчишки и девчонки! С вами ваша девочка-волшебница Невермор, и мы продолжаем приключение нашего подгорного Немо с задницей огромного магического рогатого медведя, который внезапно забрёл в нашей пещере. Это тело называется Дайер, и если мы ничего не предпримем, то поблуждав некоторое небольшое время в предгорьях, оно само уйдёт. Стоит иметь в виду, что Дайеры чрезвычайно опасны, но опять же пользуются огромным спросом из-за своего крепкого меха и огромных оленях-рогов. Конкретно этот Дайер является двухсотлетней самкой, и с помощью своих псионических сил Немо ощущает, что у неё явно больная спина, а тело её под шерстью сполосована шрамами. Нормальный человек в такой ситуации пересидел бы в самом глубоком горном схроне, но в случае Немо прятаться это явно не его вариант. Имея могучие псионические силы холода и времени, он попробует заморозить Дайера и по возможности или захватить, или же разделать на ингредиенты. Продолжение следует... 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 Понятно, что животное оказалось очень даже мощным, и справиться с первого раза не получилось, тем более, что пускай Немо и имеет неплохой психический резерв концентрации, он все еще немного страдает от нейроперегрева, и использовать свои мощные умения в данном случае будет совершенно небезопасно. С другой стороны, правильно подгадав время и действуя с глубин темной пещеры, наш герой все же свалил это мощное магическое тело с силой огромной гипотермии и нескольких ожогов. Заодно весьма неплохо было бы завалить еще и гигантского ленивца, который дал бы нам огромное количество мяса на разделку. Но пока что мы спасем саму самку Дайра и отнесем ее в самую дальнюю тюремную пещеру. Туда, где содержатся все наши пленники, и где за кадром произошли уже некоторые, но весьма существенные изменения. Однажды посреди морозного дня в западные пещеры вошли двое ангусов, один самец и одна самка. Причем самка уже была беременна, и через некоторое время принесла маленького вкусного теленочка. Без всяких усилий со стороны самого Немо, они прибились к поселению, так что наш герой довольно легко завел их в защищенные пещеры, где они вполне успешно шикуют, продолжая питание с расширенной плантацией грибочков. Конечно же, самка Дайра нам точно так не повезет, и если она эти грибы есть не сможет, то с нашими пленниками может произойти небольшая трагедия. Впрочем, с другой стороны, нейроперегрев у Немо спадает довольно быстро, так что в случае чего он снова применит силы холода, и тогда точно мы разделим этого медведя на запчасти. Что же касается прибившихся к нам животных, то мало того, что они практически сразу начали плодиться, так самка дает еще и довольно вкусное молоко, которое, как вы понимаете, вполне можно применить в готовке, и со временем отойти от чистой грибной диеты к чему-то более вкусному. В остальном же, впрочем, жизнь Немо не была особо интересной. За кадром он немного заровнял тюремный проход и загладил все несущие стены и поверхности. Да и пленники наши, проявляя особое усердие, заслужили небольшое улучшение качества своего проживания. Мало того, что кухня была застелена пускай грубой, но плиткой, захваченная нами дикарка Чонг тоже получила нормальную кровать, и в перспективе их жилье тоже можно немножко украсить. Касательно же психических сил Немо, то даже несмотря на усиленный график медитации, каждый новый уровень псевоники даются ему с еще большим трудом. Занятый другими делами, он пока что не дотянул до следующего своего умения, но в принципе вполне уверенно к этому стремится. В промежутке же между делами, Немо все так же познает тайные технологии, и теперь более чем усиленно врывается в познание соединения компаний этого свойств разных материалов, условно обобщая это в искусство алхимии. Причем именно в этот момент уже поднявшаяся самка Дайра разочаровала нас в наших лучших убеждениях. К огромному несчастью, одоление у нее только рога, но питается она похожим мясом, так что в приступе голода она убивает одного теля от Ангуса, и решение об ее пребывании в колонии явно будет очень даже однозначным. Пускай это немножко грустно, но тем не менее, это наконец-то дает нам возможность поставить нормальный разделочный столик, и начать использовать мясо в своем рационе. Причем дабы не загрязнять кухонное помещение, где происходит готовка, в этот раз разделку мы временно поставим в дальнем конце пещеры, ну а потом по факту достройки, уже определимся с новым ее местом. Причем не особо доверяя пленникам, первую же разделку Немо проведет сам. Как видим, мяса с этого существа появилось действительно много, хотя и не столь много, сколько нам хотелось бы. Но с другой стороны, уши жира здесь гораздо больше, чем всех насекомых, которых мы убивали. Ну а огромная шкура дайра некоторое время полежит на холодном складе, ведь кроме всего прочего, ее нужно еще и обработать. И проблема здесь будет даже не про сушки самой шкуры, поскольку небольшую сушильню для нее мы можем поставить с легкостью. А как раз таки нахождение дубильного раствора. Ну а о том, где взять его, Немо не имеет просто таки ни малейшего представления. Причем, что довольно интересно, практически вслед за дайером, все из тех же заброшенных западных равнин, в нашей пещере запретают еще и два могущественных трумба. Эти прекрасные древние животные просто таки выделяются своей красотой, но тем не менее являются довольно опасными при столкновении. Конечно же, если бы это было одно животное, как с тем же медведя-оленем, мы, возможно, и справились бы. Но с двумя-то точно лучше не рисковать. Тем более, что для добычи мяса в тех же окрестностях бродит неплохая толпа медведей, и с ними справиться будет просто таки на порядке легче. С другой стороны, к некоторому прискорбию, наша дикая пленница Чонг неизвестно откуда подхватывает страшную болезнь грипп, но в комплекте с постоянной гифотермией шансы на ее выживание, прямо скажем, не очень высокие. Одну из возможных причин такого заболевания Немо по секрету повядал пленник Мэйсон, возможно, в надежде своим доносом получить себе некоторые преференции при проживании. Оказывается, Чонг, будучи дикаркой, не понимает хорошую кровать, которую Немо и соорудил, и продолжает спать в любом месте на полу, абсолютно где это придется. Стоит ли удивляться, что при довольно низкой температуре она резко подхватила это заболевание? Так что теперь на нее придется тратить еще и довольно дефицитные лечебные грибы, а это явно не доставит никому удовольствия. Но несколько более приятно, тогда то, что наши ангусы плодятся непрерывно, и вот уже очередной маленький зеленочек появляется на свет, причем это которая по счету самка и со временем она тоже будет производить молоко. Единственный минус, который проявляется в данной ситуации, это то, что эти ангусы производят огромное количество грязи, которую наши пленники убирать совершенно не торопятся. Но с другой стороны, грязь это их проблемы, ну а в комнате Немо всегда чисто и ясно. Тем более, что в этих шикарных условиях и медитации проходят довольно-таки успешно. Да и под хорошее настроение изучение алхимии тоже не заставляет себя долго ждать. Теперь наконец-то у Немо есть теоретическая возможность обобщить все свои знания и построить более продвинутый стол для исследований. Вот только вся боль и печаль заключаются в том, что без некоторых сложных и весьма механических деталей справиться ему будет не суждено, ну а добыть их на данном этапе в открытых нами пещерах пока что негде. Довольно логичным решением будет продолжить копать и попробовать пробить туннель уже в другом месте, возможно открывая новую пещеру и выходя к новым подгорным тайнам. Идея кажется тем более интересной, что как только Немо намечает себе свой путь на прокладку, по психическому полю проносится волна умиротворения, как бы подтверждая, что решение его было верным. Ну а что же касается Чонг, то на удивление Йоди короткое здоровье справилась, и она смогла таки выработать иммунитет и побороть гриппозную инфекцию. Еще одним маленьким, но очень важным уточнением будет защита наших довольно редких и крайне полезных растений. Как видим с увеличением поголовья скота, внутри грибов в некоторый момент может просто не хватить, и эти животные переключатся на дьявольские языки. Решить ситуацию довольно таки просто, и мы элементарным образом построим небольшую ограду, которая и защитит наш единственный на данный момент источник ткани от их ненужного посягательства. Впрочем, займемся мы этим немножко позже, а пока что Немо ощущает нового постороннего, который посмел зайти в наши пещеры. Какой-то странный враждебный солдат из дома Гесса решил испытать свою судьбу, или же скорее потерять свое здоровье и передать его нашему подгорному правителю. Стоит, конечно же, отдать должное его упорству. Даже отморозив большую часть своих органов и конечностей, он тем не менее продолжал наступление. Вот только помочь это ему никак не поможет, и в дополнение к остальным он тоже отправится в темницу. Но даже несмотря на то, что на него был потратен хороший лечебный гриб, уже поднатревший птионики Немо понимает, что кроме жизненных сил с этого тела брать абсолютно нечего. В качестве пленника он будет только тратить наши ресурсы, ничего по сути не добавляя подгорному царству. Зато немного помедитировав и набрав необходимую концентрацию, Немо сможет оваладиться еще на целых два года, да и заодно получит с пленного какую-никакую он угодную одежду. Ну и как видим, предчувствия нашего героя не обманули. Практически точно на выверенном расстоянии открывается еще одно пещерное образование. И в этот раз она просто-таки в разы больше, чем предыдущая. Смешно сказать, но если бы мы начали пробивать коридор от реки, аккурат возле небольшой жилки угольной руды, которую тоже стоит добыть для дальнейшего использования, то Немо смог бы достичь этого места гораздо-гораздо быстрее. Судя по мертвым телам и остаткам телег, здесь когда-то было стояночное место, где похоже останавливались проходящие мимо караваны. Но обвал сделал свое черное дело, и зона была отрезана от основной реки, не оставляя в живых практически никого. За исключением на удивление, двух маленьких бум-крыс, которые странным образом, но все же нашли себе здесь пищу, и смогли протянуть до распечатывания пещеры. Вторым же интересным моментом является то, что внутри самой пещеры, неподалеку от выхода парового гейзера, произрастает дерево, резонирующее псионическим потенциалом. Возможно, его психический след и привел нема в эту пещеру, ну а благодаря исходящим от него прекрасным эманациям, это будет неплохое место для медитации. Пускай и бежать от родной комнаты будет туда немножечко дольше. Конечно, чтобы не давать лишнего соблазна пленникам, выход в эту пещеру мы перекроем мощными гранитными дверями. Да и в перспективе сам наш герой вполне может сюда переселиться. Тем более, что благодаря гейзеру, здесь постоянно сохраняется хорошая теплая температура, и во всяком случае на отоплении он точно сможет сэкономить древесину. Опять же, такое открытие заставляет нас немного менять планы прямо на ходу, и раз уж наш герой решил переселиться, то свое новое жилище он явно обустроит в лучшем виде. Как видим, камня в пределах Эдегор очень даже хватает, причем местами даже хватает обломков очень красивого мрамора. Логичнейшим же действием будет немножко поразмыслить о том, как обрабатывать камень, чтобы этот мрамор уложить лучшим способом. Но опять же не раньше, чем отобьемся от очередного налета бандитов. Странным образом налетчики в основном приходят в дикие западных земель, еще раз доказывая для Немо, что запад это дело очень даже гнилое. Но поскольку прямо вперед они не ломятся, логичным будет подготовиться и выйти на нужную позицию, чтобы заранее нанести подходящий удар. Тем более, что психические его силы подзарядились настолько, что хотя бы из одного, но он все же сможет вытянуть его жизненную мощь. Внезапно убив одного, а другого свалить с ног, Немо обращает врагов бегство. Но поскольку полученный ему шип оказался довольно слабеньким, оставшимся в живых юношей пленником, наш герой разберется тут же, оставляя его тело на входе в пещеры в назидание другим. Поглотив еще немного жизненной силы, Немо омолаживается на целых два года. Правда, почему-то сильная усталость и небольшие размышления об этической стороне этого вопроса заставляют его уйти во временное затворничество в своей комнате. Ну а состаренный и обездвиженный пленник, скорее всего, станет жертвой пещерного жука, который уже явно почувствовал его кровь наравне с бродящими неподалеку медведями. Дометим также, что начав медитировать возле дерева, концентрация Немо возрастает гораздо быстрее, чем это происходило в его родной комнате. Идея переселения явно заиграла новыми красками. Ну а из неприятного, хотя мы этого, в общем-то, даже и ожидали, собравшись втроем, пленники решаются на немыслимое. Похоже, что подбитые вновь плененным Абрамом, они решают, что смогут переселить Немо и устроить побег, что, само собой, в корне абсолютно неверное утверждение. Как видим, подбивший на бунт первым же и погибает. Ну а остальные получают довольно серьезное обморожение, и это на долгое время отобьет у них желание противостоять своему новому господину. Что же касается самого Абрама, то одежда его вполне пойдет для пленников, ну а тело присоединится к тем уже шестерым, которые прикопаны на берегу возле места ритуала. Что же еще более удивительно, так это то, что после своей наглой и ничем не обоснованной попытки покинуть наши гостеприимные пещеры, фенатическая свиноженщина Чонг почему-то решает, что она имеет право присоединиться к нашей колонии в качестве полноценного поселенца. Она просит о полной ресоциализации и клянется в вечной верности своему новому господину. Вот только обманувшая однажды обманет вновь, тем более, что даже под надзором работает она прямо, скажем так себе. Но такие глупости нашего героя, конечно же, не отвлекают, и он пускает с задержкой, но заканчивает разбираться с обработкой камня, переходя к выбору места под свое будущее жилье. Интересным образом, обходя пещеру и исследуя психическое поле, излучаемое деревом, Немо прекрасно понимает, что этому растению не нравятся близлежащие рукотворные постройки. Самым удобным и близким к заключенным местам является северо-западный угол пещеры. Причем, внимательно присмотревшись к одной из стен, наш пещерный узник замечает, что она не каменная, а очень даже стальная, причем сделана из весьма качественного материала. В этот раз за ней, правда, ничего не обнаруживается. Ну а разборка подборно-несущей конструкции обрушивает еще небольшой кусочек крыши, но в целом новое место для заселения было найдено. Да и чтобы не мелочиться, новое свое жилье Немо будет строить с размахом и роскошью. В то же время, пока сам он уверенно занимается стройкой, его животные, отданные на попечение пленников, успешно плодятся. Питаясь очень вкусными и полезными пещерными грибами, первоначальные самка и замец уже произвели огромное количество потомства. Настолько огромное, что двух маленьких бычков по-хорошему пора бы забить, чтобы не тратить зря полезной площади произрастания. Ну а уже на следующий день, медитируя возле дерева, Немо наконец-то получает новый уровень своей псионики. Правда, в этот раз его силы проявляются не все в той же ветке хрономантии, по которой он прошел довольно-таки далеко, а почему-то в новом техноманском умении, а именно в восстановлении предметов. Внимательно сфокусировавшись на какой-то вещи, Немо сможет устранить повреждения материала и придать ей практически первозданный вид. В каком-то смысле это умение тоже связано со временем, пускай и действует по несколько другим принципам. Ну а первым же предметом, на котором его применят, будет уже довольно сильно изношенный пуховичок, который по-хорошему пришлось бы менять, ну а так можно попытаться восстановить и придать ему нормальное состояние. Пускай же с первой попытки сделать это получилось, дай бог, на десятую часть от задуманного. Наш герой все же не расстраивается и пробует снова и снова, по крайней мере по мере его психической концентрации. Как видим, новые умения Немо открывают ему небывалые возможности. Но что касается другой его одежды, смысла восстановления той же туники допустим и нет, поскольку при накоплении достаточного количества материала, вполне можно будет заменить ее нормальными штанами, ну а позже дополнить и качественным гамбизоном. В то же время работа по переезду спорится. Вполне уверенно Немо завершает заглаживание полов и стен в своей комнате, подготавливая площадь к укладке хорошей качественной плитки. Да и всю находящуюся в старой комнате мебель он тоже неспешно перенесет на новое место, погружаясь таким образом все глубже и глубже в гору и повышая безопасность своего проживания. Ну а с последней уложенной плиткой новое жилище Немо наконец-то обретает свой загонный вид. Впрочем, в который раз его счастье омрачается опять же новой попыткой побега наших заключенных. Чем они руководствовались, пытаясь застать на его расплох во время дойки Ангуса непонятно. Возможно, они как-то узнали, что его психические силы несколько ослаблены. Но в любом случае, на слабенькую молнию у него возможностей точно хватит. Ну а там и верный косенную меч тоже сделает свое дело. В конце концов, как видим, оба заключенных повздорили. Возможно, решая, кто из них больше виноват в неудаче. Но в любом случае, даже лишенные псионики Немо легкостью от них защищается. Критические повреждения ни одна, ни второй не получает. Да и пещерные грибы для лечения тоже имеются у нас в наличии. Но маленький процесс восстановления и оставшегося переноса ресурсов для переезда мы, друзья мои, проведем уже за кадром. А пока что небольшая пауза. И, как обычно, я напомню про наш телеграм, дискорд и вконтакт, ссылочки на которые все также находятся под видео в описании. Теперь же всем традиционно удачи, до встречи и увидимся мы немножечко попозже. Субтитры создавал DimaTorzok